Сейчас еще раннее утро, а мы с вами начинаем прогулку по Риму от Мавзолея Августа. Несмотря на то, что здесь до сих пор проходят работы, Мавзолей уже открыт для посещения, но мало кто об этом знает. Первым в Мавзолее был похоронен племянник Августа Марцелл, в честь которого был построен театр Марцелла. Он до сих пор стоит, и по форме он напоминает колизей, но старше его почти на 80 лет. Здесь же похоронена Гриппа, сестра Августа Октавия-младшая, Тиберий, Каллигула и многие другие представители династии Юлиев-Клавдиев. За Мавзолеем находится алтарь мира, построенный императором Августом. На небольшой площади напротив моста Кавур находится портрепетто, остатки которого до сих пор стоят на площади. В 1704 году архитекторами того времени была спроектирована широкая изогнутая лестница с двумя пролетами, которые спускались к реке. Именно эта лестница послужила образцом для строительства испанской лестницы, которая была построена позже. К сожалению, из-за частых наводнений портрепетто пришел в упадок. Тибер часто выходил из берегов и было принято решение укрепить берега реки. В это время и была снесена эта великолепная лестница. На другом берегу Тибра, где находится Ватикан, Замок Святого Ангела, Дворец Правосудия, находится один из самых жутких музеев Рима – музей умерших душ в Чистилище. Музей находится прямо в церкви Святого Сердца Иисуса, которое привлекает внимание своей необычной архитектурой и напоминает нам маленький Миланский собор. Экспонаты музея доказывают о существовании неупокойных душ и Чистилища – место, где души очищаются от грехов. Музей очень маленький, одна комната. На стенах развешаны рамки под стеклом, в которых находятся отпечатки душ умерших. Когда в церкви был пожар, священник потушил его и увидел на стене изображение человеческого тела, выжженного огнем, как будто душа умершего человека из Чистилища просила о помощи. Если душа умершего хочет напомнить о себе в мире живых, призраки могут оставить на предметах огненные следы как знак. После случившегося священник решил собрать как можно больше доказательств, чтобы доказать, что дух умершего человека может находиться между небом и землей в Чистилище, чтобы очиститься от своих грехов. Священник несколько лет собирал следы душ, попавших в Чистилище. Если за умершего не молиться, то он может находиться в Чистилище очень много времени, и тогда он напоминает живым о себе. Приведу вам несколько примеров. В музее есть колпак со следами пальцев. Когда у хозяина колпака умерла жена, он моментально начал развлекаться в обществе женщин. И вот ночью к нему явился призрак жены. Он стянул с него колпак, на котором остались огненные отпечатки пальцев. Утром вдовец увидел отпечатки, и только после этого пошел в церковь молиться за усопшую жену, а потом еще долго соблюдал траур. Колпак был первым экземпляром коллекции музея. Потом были добавлены и другие экземпляры. Когда мы говорим о Чистилище, то многие из вас, наверное, вспоминают страшный суд Микеланджело, великолепную фреску, на которой изображено 400 фигур. Два ангела они держат в руках книги жизни. В них написаны имена и список добрых и злых дел, которые совершил человек. Вверх души поднимаются в рай, им помогают подняться на небеса ангелы, а вниз падают те, кто обречен на вечные муки ада. Существует традиция говорить о мертвых только хорошие и добрые слова, чтобы помочь усопшим душам. Вот поэтому об усопших не говорят плохо. Хоть это и не доказано, но мы все-таки прислушиваемся к этой традиции. А теперь, дорогие друзья, давайте отличимся от плохого и неприятного и просто прогуляемся по улицам Рима. Субтитры делал DimaTorzok В конце Виа-де-Португези стоит башня. Ее часто называют башней обезьяны. Про эту обезьянку есть легенда. Во дворце вместе с хозяевами жила обезьянка, которая однажды украла младенца и залезла на самую вершину башни. Мать в ужасе кричала, на крик собралась толпа людей. Отца ребенка в это время не было дома. Оставалось только молиться, обращаясь к Деве Марии, чтобы с ребенком ничего не случилось. И тут вернулся отец. Он принял правильное решение, сохранил спокойствие и начал насвистывать, как обычно он делал дома. Обезьянка услышала знакомый свист, спустилась с башни и вернулась в дом. Эта история закончилась благополучно. В этот же день родители поставили статую Девы Марии в честь спасения малышки и зажгли лампу, которая до сих пор горит. Даже если вы не были в Риме, вам может показаться, что вы видели эту башню. Эту башню вы могли видеть в фильме «Ешь, молись, люби». Героиня, которую играла Джулия Робертс, жила здесь. А также эту башню вы могли видеть в фильме «Лавитая Белла» «Жизнь прекрасна». Напротив башни, на Виа де ла Скрофа, находится Антико Форно. Здесь можно купить разные сладости, пиццу и хлеб. Сегодня у меня был настоящий праздник. Когда я гуляла по Риму, я чувствовала все запахи на улице. Такое после ковида у меня бывает редко. Чувствовала запах кофе, заходила в бар выпить любимый кофе Макьято, чтобы взбодриться. Проходила мимо пекарни и тоже заходила, чтобы купить что-нибудь вкусненькое. А сейчас я почувствовала запах свежей рыбы и в голове уже начали мелькать рецепты любимых блюд с рыбой. У итальянцев все предусмотрено. Продают свежую рыбу и тут же пасту, чтобы не бегать по магазинам. Уж зашел и купил все. А к рыбе в мешочек любезно пучок петрушки дадут, чтобы опять не бегать и не искать. В итальянской кухне в рыбные блюда желательно добавлять несколько веточек петрушки. Это очень вкусно. Люблю гулять утром. Утром всегда какая-то особая атмосфера. Новый день, как будто новая жизнь. Ну и, конечно же, какое утро да без рынка. Про эту площадь и про этот рынок знают только местные. Он так умело спрятан между домами. Овощи, фрукты, а вон там цветы. В Италии очень редко можно встретить сирень. И какое же счастье, что сегодня я чувствую запахи. На итальянском языке сирень звучит как лила. Какой же аромат здесь стоит. Местные жители часто покупают домой букеты, чтобы придать своему дому уют. Рядом с рынком ребята чистят артишоки. Кстати, у меня в холодильнике лежат артишоки. Надо сегодня вечером приготовить их по-римски. А это значит тушеные артишоки с чесноком и петрушкой. Мы никогда не покупаем очищенные артишоки. Всегда их чищу дома. Но чего здесь сложного? Очень важно очищенные артишоки опускать в воду с лимоном, чтобы они не потемнели. Маленькая площадь, рынок. И тут же на площади подъезд моют. Местные жители покупают продукты. Казалось бы, такие мелочи, а все предели и душа радуется. Вот такое утро в Риме. Если двери открыты, я всегда захожу в римские дворики. А сейчас я вышла к церкви Святого Августина. Архитектор церкви Сан-Агустино был из Тосканы, поэтому с первого взгляда церковь похожа на церковь Флоренции Санта-Мария-Новелла. Церковь была построена в 1481 году. Можно смело сказать, что это одна из первых церквей эпохи Ренессанса. Вскоре церковь немного расширили, а в XVI веке эту церковь передали августинцам. Кто же построил эту церковь? Во второй половине XV века Гейом де Студвиль, родом из Франции, был очень могущественным кардиналом. Он принял участие в пяти конклавах. И когда проходили конклавы, голоса часто покупали. В результате чего кардинал смог накопить большое состояние. Он купил землю рядом с площадью Навона, заметил, что здесь большая проходимость людей и предложил папе Сиксту IV перенести на его землю овощной рынок. Цена земли еще больше выросла. Он продает часть земли под строительство французской больницы, а потом на этом месте была возведена церковь Сан-Луиджи де Франчези и начинает возведение церкви Святого Августина. Фасад был построен из травертина Колизея, и это не единственная связь с Древним Римом. Кардинал любовался надписью на пантеоне, которая гласит «Марк Агриппа, сын Луция, избранный консулом в третий раз, воздвиг это». И кардинал решил увековечить свое имя. Чем он хуже Агриппы? Это был пример, после которого папа и кардиналы стали писать свои имена. «Я частенько захожу в эту церковь, потому что здесь очень много произведений искусства». Вот, например, святой Фома подает милостыню женщине. «Мы часто говорим с вами о Бернине, но редко говорим о его талантливых учениках. Вот как раз выдалась возможность показать вам одну из работ ученика Бернини». Работа была начата Мелькиора Гафа, а завершена Эркули Феррата. Трудно сказать, кто сделал больше, но есть предположение, что большую часть все-таки выполнил Мелькиора Гафа. Его называли одним из самых талантливых учеников Бернини. Он умер в результате несчастного случая в литейном цехе при соборе Святого Петра. Возле этой скульптуры нужно обязательно постоять. Очень красивая женщина. Поворот головы, волосы. А как ткань облегает ее тело, что мы просматриваем даже форму ноги, и ткань кажется тонкая-тонкая. Одной рукой она поддерживает ребенка, а другой рукой получает деньги от Фомы. Надгробный памятник тоже достоин внимания. Аллегория Славы открывает саркофаг, чтобы выпустить орла. Это герардический символ кардинала, который похоронен здесь. С левой стороны мы видим время, а с правой стороны – смерть. Пророк Исай. Это фреска Рафаэля. Эта фреска считается одной из самых неудачных произведений Рафаэля. При работе с этой фреской мы видим, как Рафаэль теряет свою индивидуальность и старается подражать Микеланджело. Но Микеланджело он не стал и себя потерял. Лафаэля. Исай. Исай. Продолжение следует... И на этой улице снимали фильм «Ешь, молись, люби». Весной я очень люблю любоваться зданиями, которые так пышно увиты плющом. Вот поэтому я сегодня сюда и заглянула. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте заглянем в эту пиццерию. Она находится недалеко от площади Навона. Это настоящий римский фастфуд. Чего здесь только нет. Здесь есть не только пицца. Здесь можно попробовать цветки дзукини в кляре с анчоусами и моцареллой. Супли и рисовые шарики. Внутри находится мясной рагу с моцареллой. Знаменитая треска в кляре тоже здесь есть артишоки, фрикадельки из баклажанов. Я, кстати, очень люблю готовить их дома. Ассортимент богатейший. Пиццерия только что открылась ведь утро, поэтому сейчас никого нет. А так обычно здесь все столики заняты. Мы вышли на одну из самых красивых площадей Рима. Это площадь Навона. На велосипед прикреплена тележка, а в ней много пакетов. Так из местной пекарни развозят еще горячий хлеб по ресторанам. Мим идет на работу. Субтитры сделал DimaTorzok Артишоки повсюду. Никогда не прохожу мимо римских двориков. Они так и притягивают зайти и посмотреть. Я уже перешла корсу Виктория Эммануэля II и сейчас идут на самую яркую и колоритную площадь Рима, которая называется «Поле цветов». На Кампо де Фиори, в переводе с итальянского это переводится как «Поле цветов», круглый год продают цветы. А напротив находится великолепный продуктовый рынок, мимо которого невозможно пройти. Субтитры сделал DimaTorzok Рынок яркий и красочный. Мы часто приходим сюда на дегустацию, да и вокруг рынка очень много интересных улочек. Домашка В жаркие дни в эту лавку выстраивается очередь за свежевыжатым соком. Дорогие мои друзья, на этом я буду прощаться с вами. Желаю вам, чтобы каждый ваш день начинался с улыбки. Радуйтесь каждому дню, будьте счастливы, цените спокойствие, любите жизнь, какие бы сюрпризы она ни преподносила. Оказывается, самое хрупкое в жизни – это мир, ведь его так легко разрушить. Непонимание, жестокие высказывания, холодный взгляд. Но даже в этих ситуациях мы должны оставаться рассудительными и мудрыми. До новых увлекательных и атмосферных прогулок по Риму, друзья! Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, и делитесь им с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok